Высокая температура, рвота, диарея, боли в животе. Если у вашего ребенка присутствует хотя бы один из этих симптомов, то наверняка это кишечная инфекция. Самыми распространенными являются ротовирус, дизентерия, энтеровирус, сальмонеллез. Почему говорим кишечная инфекция? Возбудитель попал в желудочно-кишечный тракт. Попал как через рот? Как он попадает? Через грязные руки, через инфицированную или недоброкачественную пищу. А вот, например, ротовирус еще передается воздушно-капельным путем. При первых признаках кишечной инфекции необходим усиленный питьевой режим. Кроме того, незаменимым помощником может стать препарат Ригидрон. При любом заболевании вы его можете начать пить, пока дойдет дело, приедет скорая помощь или вы дойдете до педиатра. Ну, мало ли причин бывает. Или вы в дороге где-то. Ригидрон должен быть в аптечке обязательно. Особенно, если собираетесь на какой-то отдых. Тем более, это неорганизованный отдых, я имею в виду, море или еще что-то. Ригидрон в аптечках должен быть. Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, надо соблюдать обязательные меры личной и общественной гигиены. Попросту говоря, чаще мыть руки. Это первое правило профилактики. Второе правило гласит, перед употреблением необходимо тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты, включая и те, которые требуют очистки. Это бананы, апельсины, арбузы и другие любимые продукты. Кроме того, мыть нужно и упаковки. У детей должно быть заложено, я не знаю, с года, наверное. Когда они только становятся на ноги, они должны дойти до этого умывальника перед тем, как он сядет за стол. Поэтому это, конечно, ответственность родителей. Научить их мыть руки, научиться пользоваться хотя бы салфетками. И еще один момент. Я всегда на это родители обращаю, но это, опять же, мое наблюдение. С упаковок же мы много едим продуктов. Детское питание, бутилированная вода. Их, конечно, тоже надо мыть. Потому что тот же йогурт, он хороший, куплен. Но если не помыть упаковку и дать ребенку с упаковки поесть, он может инфицировать этот йогурт, потому что грязная упаковка. Медики предупреждают, что энтеровирус можно подхватить, купаясь в открытом водоеме. Поэтому нельзя допускать, чтобы вода попадала в рот. Следите за правилами гигиены, и пусть лето приносит радость вам и вашим детям. Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Норик. Городские новости.